Всем привет! Встречайте первый выпуск нескучных новостей из Японии. Дело в том, что ситуация пока лучше у нас не становится. Все мы знаем, что из-за коронавируса наше перемещение по планете сильно врезались. Фактически стали ограничиваться границами наших государств. А без Японии мы скучаем, поэтому я решила сделать такую инициативу и знакомить вас время от времени, по возможности. Возможность будет регулироваться в основном вашим интересам. Знакомить вас с теми новостями, которые появляются в японской прессе. Тут надо сказать, что большинство новостей, к сожалению, так или иначе связаны с коронавирусом, поскольку эта тема заботит японцев очень сильно. Но среди этих новостей иногда встречаются все-таки новости такие более позитивные, более такого, скажем, культурного характера. Вот на них мы и постараемся в основном концентрироваться в наших сообщениях. Итак, от 4 января Янычкей сообщает о следующем. Вы, наверное, многие знаете о японской традиции в первые дни Нового года посещать синтейские храмы. И кроме моления японцы там любят приобретать деревянные таблички из белой древесины. Они называются Эмма. По иероглифам это изображение лошади. На лошади они совершенно не похожи. Тут обыкновенные таблички, немножко неправильный такой четырехугольник. Но в действительности традиция эта уходит корнями в глубокую древность, когда считалось хорошим тоном подарить коня синтейскому храму. Правда, позволить себе сделать такой подарок могли довольно немногие. И поэтому то не мог, дарил там деревянные статуэтки коней. И потом эти статуэтки модернизировались в данные таблички. Чем являются эти таблички сегодня для японцев? Они являются возможностью написать на них свои пожелания. Обычно с одной стороны таблички нарисовано изображение либо синтейского божества, либо символ будущего года, нынешнего года. В этом году это бык. А с другой стороны вы можете взять кисточку, карандаш, фломастер или что еще предлагает храм. И написать на данной табличке свое пожелание, которое бы вам хотелось, чтобы исполнилось в этом году. Так вот, NHK сообщает, что студенты Киатовского университета решили создать очень большую ЭММА. Ну, для того, чтобы, видимо, большое желание, большому желанию большой объем. Размеры таблички высотой 1 метр, шириной более полутора метров. Для чего? Для того, чтобы поддержать новых абитуриентов. Тех людей, которые хотят поступить в Киатовский университет в этом году. Которые сильно переживают, потому что обучение, как и многие аспекты нашей жизни, сильно затруднились из-за коронавируса. И для того, чтобы передать новым членам студенческого сообщества университета Киото, они решили вот создать такую большую ЭММА. С одной стороны, будет нанесено изображение быка. Дело в том, что бык в Японии, помимо того, что он является символом нынешнего года, имеет еще одно значение. Это, можно так сказать, тотемное животное синтоистского бога Тен-Джин. Ну, о боге Тен-Джин можно рассказать отдельно. Если вы захотите, вы можете написать в комментариях. Хотим узнать подробнее о Тен-Джин, и я сделаю ролик на эту тему. Пока скажу, что это божество, покровитель науки, культуры, поэзии и многих тех вещей, которым, собственно говоря, обучают в университете. Поэтому многие студенты, которые хотят успешно сдать экзамен, они отправляются в святилище данного божества для того, чтобы купить обереги и оставить на ЭММА свои пожелания об успешной сдаче экзамена. 15 января ЭММА, это громадная ЭММА, созданная руками студентов Киотосского университета, будет торжественно помещен в Киотосском храме Китана Тэммангу, который является главным святилищем, посвященным богу Тен-Джин. До встречи! Я надеюсь, что смогу вас в скором времени порадовать новыми интересными новостями. Субтитры создавал DimaTorzok